Весинский залив находится между Сицилией, разделяя Сицилию и континентальную Италию. Это очень интересный участок нашего длительного путешествия, потому что с той стороны Теренское море, здесь Ионическое море, и в этом проливе самое узкое место около 3 километров. Там оживленный трафик, течение по расписанию. То Теренское море преобладает, пытается вытеснить Ионическое море в эту сторону, но наоборот, если неверно подгадать, то можно переть против течения. Это доставит много сложностей. Мы вчера изучили все, во сколько нам прибыть. В 13.30, значит, наше Ионическое море будет нам помогать течением нас вынести через пролив. Уложили парус. Первый раз, наверное, он лег так идеально. Мы сразу взяли второй риф, а потом остальное все сверху уложили. Мы не будем брать больше первый риф. Будем ходить только на втором. В общем, мы заранее подготовились к каким-нибудь тершовым ситуациям, потому что с парусом с этим работать очень сложно, поэтому либо второй риф, либо ничего. Чайка схватила что-то у нас перед носом. Прям думает, наверное, что это червячок, но это больше похоже на веревку. Красивые горы, размытые дождем. И видно на них горизонтальные полоски. А там железная дорога идет, и поезда шумят. Подошли мы к Мясинскому проливу и ждем, когда течение будет в нужную нам сторону. И болтаемся вот тут, то есть подошли пораньше, болтаемся уже часа полтора, наверное. Ждемся. Изначально я планировал пойти в пролив с легким встречным течением, которое вскоре должно было смениться на попутное. Так бы мы прошли в тот день чуть дальше. Но не дойдя несколько миль до Мясины, мы воткнулись во встречный ветер и довольно высокую, не менее встречную волну. На прогнозных картах картина была несколько более мягкая. И я подумал, а что если в Мясине то же самое? Решили подождать и поциркулировать пару часиков, чтобы входить в пролив уже с попутным течением. Возможно это было ошибкой, так как до того самого течения нам пришлось идти еще аж 9 миль со средней скоростью всего 3,5 узла. Как бы теперь наоборот успеть пройти пролив, пока течение снова не сменится на встречное. Тут это происходит несколько раз в сутки. Если сильно ошибиться, твоя лодка может просто стоять на месте, хотя Медор будет маслать на больших оборотах. Короче, едем. Если что, всегда можно развернуться и комфортно пойти куда-нибудь с попуткой. Наш любимый приемчик. На проливе где-то 2 мили. В погодном условии здесь так себе. Ветер в морду 20 узлов. Уже больше он следом не тут подсказывает. Волны и трища. В общем мы сейчас туда носик засунем. И посмотрим, надо нам туда или развернемся и пойдем вокруг. Уже 30. Чем ближе, тем мощнее ветер. Сильнее волны. Твижок ревет. Возможно мы там встанем на путь, но это не точно. Возможно пойдем вокруг все-таки. Если нам повезет, нас течение подхватит. Если не повезет, вылетим как пробка. Я думаю поворачивать на Сиракузы. Пройти мы висимым не сможем с таким встречным ветром. На Буи встать тоже вряд ли получится. Но сложное решение. Всегда тяжело поворачивать назад. Либо в другую сторону. Потому что поворот на Сиракузы это колоссальное стратегическое сменение планов. Очень медленно мы продвигаемся. Твижок ревет. А скорость всего 3,5. С ветер встречный где-то 25. Уже задувается, чтобы будет волна. Были у нас заботы с течениями и утрами. А теперь добавились еще сраные кайтеры. И прямо по курсу у нас. Подойдем поближе, покажу. Они вообще кто? Барусное судно или никто? С точки зрения ППСС это вообще как? Вроде рассосались кайтеристы. Уступили нам дорогу, ушли под берег. Плохо наверное видно, но вот они, ребятки. Нам уступили дорогу, красавчики. Скорость у нас так себе. Ну а что поделать? Крутик, да? Да, прикольно. Ой, здорово. Крутик, прямая. Скорости такие. Тут Сицилия, тут Италия. Прямо выход в Теремское море. А ну нас же в честь Теремио Ларисто. Ларисто, да, да. Кораблей нету, но обруливаем вешки рыбацкие. Уже третья. Пойду-ка я оденусь, поглядите, пожалуйста. Пилим, пилим пять узлов. Течение наше попутное уже начинает втихать по чуть-чуть. Через полчаса оно будет уже около четырех узлов. Живописные берега наблюдаем. Через восемь миль самая узкая точка будет. Там паромы носятся. Будем внимательнее. Экипаж бдит. Даже не реагирует на камеру. Оживленное здесь движение. Паром идет. А, их не видно. Направлений. А, не видно. В общем, вот здесь идет паром. В нашу сторону он движется. Мы еще пока думаем, уступать ему или не уступать. Там самолета два летят. Там какой-то здоровенный корабль, который везет теломатериал. А мне кажется, это контейнеровод. Я вот вижу какие-то доски сверху, но я могу ошибаться. Контейнеры. Потом моторная лодка на нас гонит, тоже прет. Я и только сейчас увидела, когда камеру включить. Еще один паром стоит на том берегу. В общем, здесь очень оживленно. Там прямо по курсу тоже есть ТЛС. ТСЛ. Куда, блин? Думаю, звучит как-то не так, как говорит Федор. Трафик Сепарейшн Лайд. Трафик Сепарейшн Лайд. В общем, здесь нужен класс-класс. А знаете, как хочется сделать? Вот так. А спасу все. Ты похожа на Бэтмен. Я Бэтмен. Мы приближались к выходу из пролива, и ветер плавно стал стихать. В этот день Месина собирал в себя несильные ветра на входе, разгонял их в центре и с ненавистью к морякам выплевывал внаружу, в Ионическое море. Как хорошо, что сейчас есть специальные сервисы по прогнозированию течений в этих местах. Былые времена пройти этим путем впервые было гораздо сложнее, чем нам сейчас. Красиво, как яхта идет, а бабочкой. А мы не а бабочкой. А мы а бабки. А мы просто красивые. Вроде в ветра красивые. В порта выходит огроменный паром. Корон-то турист. Я уж подумала, корона написала. Стоп, какая разнофайра. Архимед идет. Я обосрался и остановился. Пройдет, да? Он сильно водоизмещающий. Он сильно пересекающийся. Ну да, с таким носом он бы нас смел. Ладно, поехали. А здесь порт. Сюда выходят паромы. Один за одним. Мы подошли к порту и все паромы свалили. Это мы пропустили и все, нас никто не переедет. Один остался, он еще загружается. Сейчас нас выплевывает потихоньку из Мессины. 8,2 скорость. Мы в самой узкой точке практически находимся. Вот там за тучками, за дымками это уже Мессина. А там уже выход из нее виднеется. И вот мы вышли в ту точку, где соединяются моря. Вода причудливо бурлит. Это Теренское море. Сталкивается с каким? Я не чувствую. О! Море прям закипает. Да, жесть какая, а! Вот они водовороты, про которые мы читали. Прошли кипящее море, скорость упала в два раза. Все, сейчас как в школах учат, пересечем ТСЛ под 90 градусов и считай Мессина пройдена. Галочка! Когда-то давно здесь через Мессину хотели кинуть лэп. И остались двой вышки. Вот одна на горе и вот другая на том берегу. Лэп так и не кинули. Не знаю почему, что-то пошло не так. Теперь нас встречают столпы на выходе. Памятники. Тут еще какие-то бурления имеются. Там какая-то полоса безветренная, непонятная. Рыбаки стоят, причем бурлит. А тут уже полоса ничего. Несмотря на то, что ветер под пятнашку. А тут мелкие рыбачки по ТСЛ рыбачек. Веселуха. Целый день оно тарахтело. Целый день. Там вон Мессина осталась позади. За нами уже пошла погоня. А мы пока поставили парусишки. Сейчас вот так пойдем. Еле идем. Три послика. И когда повернем налево, я вообще думаю, что угроз будет закрывать Генру. Может быть его будет даже лучше убрать. Короче, не знаем. Сейчас будем искать, что делать. Гена мне нравится. А вот его шкоты. Будем менять. Не забывайте подписаться, если вдруг не подписаны. А также не стесняйтесь ставить лайки и писать любые комментарии. Это поможет в продвижении нашего канала и откроет нам новые горизонты. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем эпизоде где-то на морских просторах. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующемане. Приятного аппетита!